Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Тонкая копия вышла. У него есть цепи на руках, растяжки. Он перемотан чем-то. Несу черный, как нитки у него по ногам. Копия выносит все это. Поднимаем вместе с этим, да? Угу. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком чистых энергий Абсолюта. Берем Андрея в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Андрея поднимаемся в комнате диагностики. Пошел, подъем. На месте. Хорошо, мы приветствуем Андрея. Мы интересуемся, готовлю ли он к диагностике и чистке. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Он кивает. Хорошо, Вера, что у нас там? Цепи-то говорила, да? Ну, у него на руках цепи. Да, что еще? Ноги перемотаны черными нитками выше колена и вниз. Еще что? Видно. На голове у него что-то, он как подвешенный за шею. Хорошо. Дуй команду скэнеру, то, что над головой находится, а отключается полностью, один, два, три, выходит. Это как мешок, только он прозрачный, и видно, на шее затягивается, как удавка, и вниз идет по позвоночнику такая конструкция. Скажешь, как выйдет. Отправляя в клетку тюрьму. Хорошо. Даю команду скэнеру. Скэнер отключает эти цепи, выводит их из биополя вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами, энергиями. Все это выходит, зависает перед Андрейсом. Вошли. Хорошо. И то, что перемотанные ноги внизу, разрезается силами его намерения, выходит, сматывается в шар. Готово. Отправляя в клетку тюрьму. Есть. Хорошо. Я даю команду скэнеру на счет риска. Скэнер скэнер пространства над головой Андрейса под ногами 360 градусов вокруг него. Один, два, три. Скэнер скэнер систем тонких тел Андрейса находит все. Бес. Джин. Какое? Синий. Инкоп, гуманоид и арахноид. Все знают, где они находятся. Уточняю, кому принадлежат эти цепи. Джин. Кому принадлежит этот мешок. Гуманоиды конструкции. И у нас еще были перемотанные. Бес. Пленка это или что это было? Это черный шар сейчас, нитки были. Первый вопрос. У кого из вас есть контракт с Андрейсом? У Джина есть контракт. Она в охотелке выполняла. А это мы будем разбираться сегодня. Больше ни у кого? Нет. Хорошо, начинаем с реверса энергии. Процедуру вы знаете. Реверс энергии. И дальше все вытягиваем, вытаскиваем. И я даю команду тонкой копии Андрейса. Спроекцирует все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственно, что он мог получить от них, возвращается им назад. Арахноид, сколько ты находился в этом биополе? Три года. Хорошо. Ты присутствуешь в квартире? По сторонам смотрит. Говорит, что только в нем показывает на него. А что ты по сторонам смотришь, Арахноид? Если я приду в квартиру и найду тебя там, я тебя сожгу. Если ты сейчас пытался меня обмануть, я тебя предупреждаю. Это будет твоя первая и последняя попытка. Итак, ты находишься в квартире Андрейса, да или нет? Есть у него паутина там, да. Есть, хорошо. Гуманоид, откуда ты? С Нибиру. Нибиру. Сколько ты находился в этом биополе? 12 лет. 12 лет. Хорошо. Инкуб, что с тобой? Как долго ты находишься в этом биополе? Год и два месяца. Один год и два месяца. Синий Джин. Считай цифры над головой Джина. 38-16. 38-16. Синий Джин. Сколько ты находишься в этом биополе? 4 года. 4 года. 14, говорит. 14 лет. Понятно. Хорошо. 4, потом один подставляет. 14. Джин, я тебя предупреждаю сразу. Еще один раз будет такая попытка. Я сниму с тебя щелму, все твои кольца, серьги и отправлю в соседнюю клетку. После этого я скину это все в галактическое ядро, упакую тебя и отправлю на дно ледовитого океана в твоем сосуде. Ты хочешь такую перспективу? Он не хочет такую перспективу. Он показывает, как он крепко держит его этими цепями. Я тебя первый раз вижу и действуют мои здесь правила. Если ты еще раз попытаешься не ответить на мой вопрос или обманешь, я на тебя такое воздействие сделаю, что ты забудешь обо всем. Тебе это понятно? Хорошо. Это последнее предупреждение, Джин. Бес. Считай цифры над головой беса. Восьмерка. Восьмерка. Сколько с тобой, сколько ты находился в этом биополе? 3 года. Поехали дальше. Как у нас с реверсом, Вера? Посмотри, все вернулось. Реверс закончен. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Андрейс забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, возвращается назад. Уманоид, за 12 лет сколько раз ты отправлял биоматериал на свою планету? 4. 4 раза. Хорошо. Его копии существуют? Он не копии. У него какой-то свет идет и радость от него. Вот это он собирал и продавал. Свет – это какая-то энергия. А какая-то энергия интересна? Гуманоида. Свет, душа идет, ответ. Спокойствие, душа, гармония, удовлетворение. То, что душа проецирует. Светлого – это он воровал. Он его делал бездушным, черствым. У тебя основание было такое делать? Это его работа. Ну, тем не менее, он дошел до нас. А тут уже наша работа, гуманоид. Я надеюсь, ты не думаешь, что ты просто так отделаешься безнаказанно. Нет? Или таки думаешь? Он не знает, что будет дальше. Он ждет. Два варианта есть. Один я могу показать сразу. В моих руках появляется живая плазма. Вот первый вариант. Он понял, куда он припал. Убираю эту шар. Теперь я ясно. Хорошо. Второй вариант – это добровольная сдача в межгалактическую полицию. Ты выдаешь всю информацию, отвечаешь, соответственно, на все вопросы коллег. Реверс закончился. Отлично. Хорошо. Начинаем с арахноида. Арахноид, выходи. Собирай всю свою паутину, иголки вытаскивай, ничего не забывай. Возвращайся в клетку и докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если ты что-то оставишь или забудешь, просто сгоришь по каналам в этой клетке. У него в голове, где волосы в этой части, сверху небольшие иголки, короткие такие, но их много по всей голове. Они его зацикливали на что-то одно. Андрей, если думать, знает, что такое зацикливание. Этот симптом, когда у него был, теперь он знает, кто ответственный за это. И дальше вниз идут они. Угу. Шеи. Все снял. Хорошо. Гуманоид, что-нибудь осталось на твоей чистоте? Посмотри. Нет. Хорошо. Инкуб, выходи. Отключайся полностью. Снимай все, что ты оставил в этом биополе. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Приступай. Все сделал. Хорошо. Синему дракону выходить. Вернее, синему дракону. Синему джину выходить не надо. Синюю пыль. Собирай все, что ты оставил в биополе. Андрейса. У него грудная клетка наполнена этим. Чем? Как страхом. Или ее этой. Ты сам уберешь или мне это выдавить? Нет, она ее назад притягивает. Хорошо. Пусть притягивает, иначе я все сожгу. Готово. Хорошо. Бес, твоя очередь сейчас. Выходи. Отключайся полностью. Вытаскивай все, что ты оставил. Что у него где? Ну, у него, в принципе, все вывели уже. У него утяжелители еще на ногах были внизу. Он вместе с этими веревками вышли. Хорошо. Утяжелители тоже выходят. Бес, скажи мне, есть ли лярвы биополе Андрейса? А как же есть, конечно. На руках висят. Понятно. Хорошо. У тебя есть интерес к этим лярвам? Есть. Хорошо. Давай тогда чуть больше информации. Дай мне на какую чистоту ты зашел. Что тебе так в нем понравилось? Зависимость. Что тут скрывать? Зависимость. Понятно. Какая зависимость? Зависимость от всего или чисто игровая зависимость? Разная зависимость. С одного на другое перепрыгивал. Зацикливался. То, что делал, руками делал. Оттуда и лярвы. Все понятно. Хорошо. Бес, как все снимешь? Доложи мне. Снялся. Разрешаете забрать все лярвы в его биополе? И возвращайся назад. Черные вера я вижу, да? На руках, на ладошках. Вот так вот. От запястья на ладошки идут. Снял. Хорошо. Давай сейчас сделаем, перейдем сразу к аннулированию контрактов и договоров, потому что мы не сможем рассихронизацию до конца провести. Полноценно из-за контракта с Джином. По закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями, Андрейс должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки, выразить это намерение. Он готов это сделать? Готов. Я говорю слухи, его тонкая копия повторяет за мной. Я. Волнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят, активно и подсвечиваются. У него большой контракт с Джином, и информация идет, что там как медом намазано, он притягивает весь липкий такой. Вот причина всех ваших страданий. Одна из них, Андрейс. Вы хотели посмотреть содержание контракта? Да, все понятно, хотелки выполнял. Все верно. Готовы расторгнуть контракт? Да, с удовольствием. Повторяйте за мной. Распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Идет энергия? Да, идет. Свет души он не на то тратил. Готовы. Если оно ему не надо, заберут другие. Здесь принцип такой, Андрейс. Значит так, открываем воронку в галактическое ядро, и все эти аннулированные контракты и договора уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатаем, растворяем. Готово. Сейчас вот эти цепи, которые толстые были, они осыпались пеплом. Отлично. Еще один вопрос ко всем. Кто еще присутствует в квартире, кроме арахноида? Никто. Все молчат. Хорошо. Если кто-то присутствует, загорается зеленый маячок над его клеткой. Джин присутствует. Отлично. Джин, я предупреждал. Джин получает удар 100 тысяч керц. Удар. Я думаю, ты не понял сегодняшнее мое предупреждение, Джин. Поднять на миллион. Он еще не верит, что у него нет контракта. Ну так попробуй, проверь. Если есть контракт Джина с Андрейсом, он проявляется. Фантом должен быть, Вера. Он начинает искать свою копию. Ищи свою копию, давай. Достает снизу у него, как в куфрин, там он из него энергетический сосуд. Он из него начинает доставать контракты, смотреть. Давай, я подожду. Лица он не находит. Хорошо. Нет контракта, он понял. Итак, я повторяю свой вопрос. Ты присутствуешь в квартире или нет? Да или нет? Да. Хорошо. У меня нет сегодня заказа на очистку квартиры. Поэтому я только предупреждаю, если он поступит, и я найду тебя в этой квартире, у нас будет совсем другая встреча. Я тебе рекомендую забрать все, что я оставил в этой квартире, и уйти добровольно. Вместе с арахноидом. Все вам понятно? Да. Хорошо. Начинаем с Беса. Он был самый покладистый. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на очистке Беса. Бес забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Ставь огненную пентаграмму. Готов. Джин готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на очистке Джина. 1, 2, 3. Джин забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрываем, опечатываем, растворяем. Есть. Инкуб готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на очистке Инкуба. 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Арахноид готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо. Теперь я даю команду скэнер. Скэнер просканирует Андрейса на полноту души в процентах. Пошел скэн. 64. 64 процента. Хорошо. Я даю команду. Андрейс, вы хотите вернуть свою душу назад? Конечно, хочет. Тогда сформулируйте это намерение в себе, внутреннее. Намерение должно быть железным. И я даю команду на счетливости Андрейса возвращается назад до 100 процентов. Он руки расставил и как зовет их. Правильно. И вообще он говорит, что здесь он для того, чтобы забрать их. Тонкая копия, говорит. Я полагаю, тонкая копия осознаннее, чем физический биоробот. Но к нему как с разных концов возвращается. В область груди заходит свет. Отлично. Полоски с разных концов. Готово. Скэнер, даю команду на контрольную проверку. Сколько процентов души? 100. Отлично. Андрейс, поздравляем вас. Вас 100%. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Говорит, что она должна сгармонизироваться внутри. Синхронизируется, гармонизируется, распределяется все энергии, родные. На счет 3. 1, 2, 3. Пошла синхронизация, гармонизация на всех уровнях. Она как светящаяся сдерживание внутри у него, скармонизировалась. Замечательно. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Слышали. Я приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь гуманоид с Нибиру. 12 лет сидел, все забрали, конструкция, есть 4 раза биоматериал, забирал душу, продавал свет души, все вернули назад. Она говорит, как приятно видеть, когда душа светится. Сразу понимаешь, для чего работаешь. О, да. Гуманоиды заберем, конструкцию уничтожить. Под конструкцией открывай портал в галактическое ядро, и конструкция уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растеряем. Она говорит, что они очень наказываются за воровство света души. Это искры и жизненная энергия, которой живет душа. Согласен с тобой. Я предложил ему живую плазму, но он выбрал межгалактическую полицию. Это шанс остаться в живых. Так и есть. Очень редко утилизируются живые субстанции. Готово. За параллель. Благодарю. Отлично. Все у нас чисто, Вера. Посмотри, пожалуйста. И еще у нас остался как пепел от этих оков. Закрывая портал в галактическое ядро, весь пепел от оков уходит на переработку. Закрывая, опечатывая, растеряя. Готово. Все чисто? Да. Отлично. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Андрейс. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Уверена внутри. Отлично. Чтобы все эти энергии перешли на физический план, будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Андрейса в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой изделеньки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаемся от объекта. И поднимаемся в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем. Продолжение следует...